Я появился в Краснодаре два с половиной года назад. Тогда по совету Ларисы Абисаловны Гергиевой, Татьяна Михайловна Гатова пригласила меня в Ваш прекрасный театр. Я открывал фестиваль «Музыка без границ. Оперы паяться». И меня сразу же поразил Ваш удивительный музыкальный коллектив. Я встретил здесь соратников и союзников, которые любят музыку, которые хотят добиваться больших успехов. И поскольку для меня самое главное – это моя любовь в музыке, в моей жизни, я, конечно, очень обрадовался такому теплому приему Ваших музыкантов. Я подумал, что здесь, конечно, можно заниматься настоящим творчеством. Потому что действительно оркестр высокопрофессиональный, который на сегодняшний день может исполнять произведения любой сложности. Фестиваль оперы «Без границ» – это грандиозное событие для Краснодара. Я надеюсь, что оно привлечет новых слушателей в нашу оперу. Самым главным событием этого фестиваля стал, конечно, заключительный концерт. Мне очень хотелось показать возможности, колоссальные возможности, беспредельные возможности оркестра и наших солистов. Задумал исполнить самые сложные произведения в мировой оперной литературе. Это одна из самых сложных арей вообще в мировом оперном искусстве для баритона. Одна из самых красивых опер по музыке «Жемчужина». Может быть, ее можно только сравнить с тревятой, где практически каждый номер – это хит. Моя мечта, она еще и не осуществилась, чтобы в Краснодаре была поставлена опера «Регалеты» и спеть всю партию, не только «Ария». Знаете, я никогда не думала, что когда-нибудь буду что-то петь из оперы Руслана Людмила Глинки. И тут такая возможность предоставилась петь Гориславу, хоть небольшой кусочек, но тем не менее. Участвовать в оперных концертах и ответственно, и в то же время это огромное счастье и огромное удовлетворение профессиональное. Я считаю, что уметь слушать опер очень важно. В моей семье меня воспитывали родители так, и я своего сына также воспитываю. Я учу его сначала читать, писать и слушать музыку, потому что считаю, что это очень важно. Читать, писать, считать и слушать музыку. Этому надо учить ребенка одновременно, потому что музыка и оперная, серьезная музыка приобщают человека к нашему великому русскому достоянию, нашей культуре. А зачем нужна культура, я могу ответить словами Черчилля. Во время Второй мировой войны министры пришли к нему и сказали, мы должны срочно сократить расходы на культуру. Черчилль ответил им, ни в коем случае этого делать нельзя, потому что если у нас не будет в стране культуры, за что мы будем воевать? Вот, наверное, точнее Черчилля, мне вряд ли удается сказать. Я очень стараюсь раскрыть таланты всех артистов, в том числе и молодых. И если когда-то получается так, что вдруг молодежь делает большие успехи, я, конечно, стараюсь их поддержать и подбадривать. Потому что, вы знаете, жизнь, она очень тяжелая, особенно у молодежи. Одно дело, когда уже выступают наши корифеи на сцене, у которых уже есть имя и известность, и которые уверенно выходят на сцену, поют, у них есть свой зритель. А другое дело, это наши молодые солисты Агафонов и Рогожкин, которые нуждаются в большой поддержке из всего нашего коллектива, и, кстати, ее получают. Агафонов и Рогожкин Они получают от корифеев, которые говорят, знаете что, мы бы, конечно, с удовольствием спели эту партию, но давайте поддержим молодых. Например, так произошло в сивильском цирюльнике, когда Владимир Кузнецов сказал, знаете, Владислав Олегович, мне кажется, что вот эта такая постановка веселая, озорная, и мне кажется, что вот лучшие в ней, может быть, не прозвучат, но сыграют артистично как раз молодые артисты. Кстати, мне это очень приятно, что у нас такой дружный коллектив, и отсутствует всякая агрессия и конкуренция, которая присутствует во многих театрах. И, вы знаете, мне очень нравится, что наши солисты умеют не только исполнять опер и серьезные произведения, но и такие игровые жанры, как оперета. Я сразу заметил, когда приехал в этот театр, что наши солисты имеют исключительными дарованиями, именно игровыми. Очень часто в оперных театрах певец ассоциируется, в общем-то, ну, с какой-то частью декорации, которая тоже стоит на сцене, не двигаясь, или если начинает двигаться, почему-то делает это очень как-то странно. Вот в нашем театре не только певцы умеют петь, но и являются, в общем-то, очень талантливыми драматическими актерами. Это приятно. Именно оперета развивает в них эти качества. И я обожаю оперету и, конечно же, мюзикл. Так что я надеюсь, что наши жанры, они все должны существовать, и мы, в общем-то, идем к общему делу. Для того, чтобы появились любители оперы, нам нужен разнообразнейший оперный репертуар. Для того, чтобы появились любители симфонической музыки, нам надо расширять симфонический репертуар нашего замечательного оркестра. Я нахожусь под большим впечатлением, правда, от работы оркестра, и, безусловно, для меня это такая неожиданность. Замечательное качество исполнения звукоизвлечения и, самое главное, музыцирование на сцене. Мы же практически все сходу это играли, и музыканты замечательного уровня, которые умеют играть в ансамбле. Это очень редкое качество на самом деле. Я обязательно их приглашу на свои фестивали, мы обязательно будем еще сотрудничать. Сегодня мы показали, в общем-то, коллектив-оркестр показал, что мы можем выступать с музыкантами элитного ранга, потому что Денис Мацуев принадлежит к самым элитарным музыкантам современности. И его энергия – это энергия атомного реактора, я надеюсь, она подзарядила всю Кубань. Я очень благодарен за то, что я получил теперь высокие полномочия быть художественным руководителем этого театра, потому что давайте посмотрим, что у нас произошло за эти два с половиной года. Во-первых, мы осуществили постановку оперы Евгения Онегина, которая пользуется большим успехом. Мы осуществили постановку «Сивильский цирюльник» и «Проделки фигвера». Это вариант «Сивильского цирюльника» для детей. Состоялся первый симфонический концерт для детей. Это программа, это цикл, который будет называться «Музыкальное сокровище». И каждый раз в зависимости от характера концерта будет меняться название концерта. Например, «Музыка и сказки», следующий концерт будет называться «Музыка и море», третий «Музыка и танцы» и так далее, и так далее, и так далее. Дети вчера с восторгом принимали наш симфонический оркестр. Это был первый концерт из этого цикла, я очень рад. Первый шаг, он всегда очень трудный. Я сам модерировал этот концерт, рассказывал детям об инструментах, рассказывал сказки, вовлекал их в этот волшебный мир музыки. Я думаю, нам это удалось. Будьте добрыми, будьте веселыми, энергичными, стремитесь к своей цели. И маленькими шажками вы постепенно дойдете до того, что все ваши желания исполнятся, как в сказке. Сегодня дети услышали уникальный концерт, в котором дается азы музыки, дается понимание инструментов. Я думаю, что мы закладываем новый культурный класс русской, российской культуры. Обращаюсь к родителям. Мы пытаемся воспитывать ваших детей и отдаем им самое сокровенное и самое лучшее, то, что мы любим больше всего на свете. Мы, музыканты-оркестры, я художественный руководитель этого оркестры, мы свято верим, что музыка спасет этот мир и сделает его лучше. Когда человек слушает красивую музыку, видит вокруг себя красоту, он начинает ее же и созидать вокруг себя. А именно это наша задача, которую мы преследуем. Хороший был концерт, мне очень понравился. Хорошая музыка была, которая мне нравится очень. И пусть они еще приезжают еще сюда. Я тоже учусь в музыкальной школе, играю тоже на инструменте, и буду тоже тут работать потом, скоро. Это очень интересно послушать произведения великих авторов на таких инструментах, как скрипка, виолончель, там-там. И все довольны. Я приезжал с друзьями со своей музыкальной школой и всем понравилось. Давно не слышали серьезных, солидных коллективов на нашей сцене. Особенно в смысле классической музыки. Сегодня, вы видите, был полный зал. Все все прекрасно понимают. Понимают серьезную классическую музыку. Она захватывает, производит то впечатление, которое в музыке выражено. Публика была не просто довольна, она была, ну, даже, как и на примере, шокирована, потому что мы давно такого не слышали. Очень давно не слышали. Для нас это все в ноги. И хорошо, что этот абонемент, который нам предложили в этом году, это прекрасное начинание, и было бы хорошо, если бы он продолжался и в будущем, в дальнейшем. Я очень люблю музыку, и я хочу, чтобы краснодарцы полюбили классическую музыку всей душой, так, как это делаю я. Знаете, человек, который понимает музыку, чувствует, видит ее красоту, и впускает эту красоту в свою душу, потом созидает что-то прекрасное. Я уверен, что музыка спасет этот мир. И, знаете, у меня много соратников и людей, которые шагают со мной в ногу. Смотрите на сцене Краснодарского музыкального театра. 1 ноября – опера «Рассини. Проделки Фигаро» в пересказе для детей. 2 ноября – балет Чайковского «Спящая красавица». 3-4-5 ноября – концерты Международного фестиваля джазовой музыки «Джи-Джи-Джаз». 8 ноября – оперета Кальмана «Боедера». 10 ноября – опера Чайковского «Пиковая дама». 11 ноября – балет Хачатуряна «Спартак». 12 ноября – оперета Кальмана «Сильва». 15 ноября – опера «Рассини. Сивильский цирюльник». Накануне декабрьских гастролей театра балета Юрия Григоровича в Греции. С 16 по 19 ноября – балет Чайковского «Щелкунчик». 22 ноября – вечер однакных балетов «Дорога. Черно-белое кино». 23 ноября – музыкальная комедия птичкина «Бави бунт». 24 ноября – балет Чайковского «Лебединое озеро». 26 ноября – лайт-опера Александра Пантыкина «Гуголь Чичиков души». 26 ноября – «Бави бунт». 26 ноября – «Бави бунт». 27 ноября – «Бави бунт».